МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа ждем гостя Зурабан-Двали. И находимся мы в Молдове. Как известно, винные туры набирают популярность. По всему миру. И Молдова здесь не исключение. Именно поэтому мы решили попутешествовать по стране и показать лучших производителей знаменитого молдавского вина. А помогает нам в этом туристическая компания Вайн Турс Молдова, которая организовывает изысканные, аутентичные винно-гастрономические туры по всей стране. Ну что ж, поехали, друзья! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поместье Пуркарь расположено в живописной зоне на юго-востоке Молдовы, всего лишь в 50 километрах от Черного моря. Здесь хранится уникальная коллекция старинных вин аж с 1827 года. Каждый год более 12 тысяч туристов приезжают сюда, чтобы насладиться и красотами этого региона, и отведать знаменитые пуркарские вина. А сейчас я хочу вас познакомить с очаровательной Анной, которая нас поближе познакомит с шато Пуркарь. Это старинный замок, наверное, да? Да. История начинается в 1827 году. Он был официально основан по специальному указу российского царя Николая I. То есть первое официальное виноградарство в этом крае, и производство вина началось отсюда? Да. Это самый старинный винзавод в Молдову. Самый старинный винзавод в Молдову. Мы правильно пришли. Реконструкция последняя была в 2004 году, когда мы обновили весь туристический комплекс. А что это за бутылки стоят? Это во время Советского Союза так выглядели этикетки наших бутылок. Здесь образцы Негру де Пуркарь и Рошу де Пуркарь. И посередине Негру де Пуркарь 1984 года из коллекции королевы Елизаветы II. В советское время Пуркарь был официальным поставщиком ко двору Королевского дома Великобритании. Мы находимся в галерее, где хранятся винтажные вина. 36 тысяч бутылок, начиная с урожая 1948 года. Ну и самая главная часть нашей экскурсии – это, конечно же, дегустация. А на что мы будем сегодня пробовать? Какие вина? Мы будем пробовать Альф де Пуркарь, Фридон Блэнд и Негру де Пуркарь. Начинаем с более легких и более крепких. Идем более крепких. Сначала покрутите немножко вино. Очень спелые фрукты, можете наслаждаться вкусом. Очень вкусно. Плотное вино. Потрясающе вкусное. Очень яркое, да. И переходим на второе вино. Да, второе вино – это Фридон Блэнд. Господи, какие-то жары. 2015 год. Здесь купаж из трех сортов. Бастардо, Саперави и Раре Ниагре – автохтонный сорт. Очень богатый аромат. Божественное вино. И переходим на третье вино. Легендарный Негру де Пуркарь. Совершенно верно. Это также купаж. Здесь сорта, как Каберне Савиньон, Саперави и Раре Ниагре. Никуда без Саперави, в общем. Сегодня он доминирует. Доминирует. Ноты специй, ноты заизюмленных лесных ягод. Зимними вечерами у камина я выбираю наслаждаться только Негру де Пуркарь. Тут же в этом регионе находится еще одна известная, на этот раз семейная винодельня, которая называется Эдчетера. Каждый член семьи Лукьянов принимает активное участие в развитии собственного бизнеса. Давайте поближе познакомимся с ними. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Зураб. Александр. Игорь. Очень приятно, Игорь и Александр. Спасибо, что пригласили нас к себе. Что можете показать? О чем рассказать? Мы будем смотреть на разницу грузинского гостеприста и молдавского гостеприста. То есть вы предлагаете ощутить разницу? Правильно. Хорошо. Это очень интересно, когда грузин приезжает к молдаванам, ощутить, в чем же специфика молдавского гостеприста и молдавского виноделия. Мы знаем, что такое специфика грузинского гостеприста. Знаете, да. Не понаслышке. Часто бывает. Хорошо. Ну что ж, показывайте. Идемте. Идемте. Вот такая очаровательная семья в сборе. Потрясающе красивые дети. Мама рядом с нами. И что каждый принимает активное участие действительно в этом семейном бизнесе. У кого какие функции? Абсолютно. Все тут участвуют. Дети нас поддерживают. Дети у нас в наше будущее. Поэтому ради них мы работаем. Они учатся и впитывают в себя всю нашу энергию. Перенимают опыт старших. Да. Мама у нас самое главное по плациндам. Так как люди сюда приезжают. Мамины, плацинды. Со всего мира. Со всего мира. В первую очередь, да. Мы должны попробовать. А так не уедут. Какие прекрасные помощницы у меня. Соберем виноград? Соберем. Так. Ну-ка, давай сюда лукошко. Так, кто мне из вас будет помогать? Ну-ка, попробуем. Ммм. Какая прелесть. Сладкий-сладкий. Мерло? Мерло. Фантастика. Кроме мерло, какие еще сорта у вас тут есть? Каберне савиньон. Каберне савиньон. Потом у нас есть еще наш молдавский сорт винограда. Это называется фетя с коньягрой. Ньягра, это в смысле черный? Это черный, да. И у нас традиция такая, что всех гостей мы разрешаем сюда нам помочь. Даже не сами просят. И у нас даже иностранцы тоже хотят почувствовать, как это собирать, виноград. В основном, сколько лет выдержки ваших вин? Молодые минимум год-полтора. Белый выдержанный вина в дубе 6-8 месяцев. И выдержанный красный уже где-то 3 года. Очень хороший сапирави. Действительно, я рад, что здесь, в Молдове, грузинские сапирави используют молдавские виноделы в производстве вина. Да еще мы его используем в одном капажет, совместно с нашим молдавским соком. Вот она, настоящая грузино-молдавская дружба. Насколько я понимаю, не у каждой винодельни есть личный самолет, да? Ну, это пока что не наш, это наши друзья. Так. Но факт то, что не на каждой винодельни есть взлетная полоса, чтобы люди могли приехать на самолете, приземлиться, пойти к воде. Ответать вина и улететь обратно. Естественно. Вот винодельни на взлетной полосе еще не взлетал никогда в жизни. Прекрасный эксперимент сейчас проведем вместе. Безумно красиво отсюда с высоты течего полета. Огромный простор, огромные поля, виноградники. Такое великолепие красок. И сейчас Нина Михайловна приготовит свои знаменитые плаценты, да? Правильно произнес? Да, правильно, правильно. Что нам понадобится для этого блюда? Лука, соль и вода. Лука, соль и вода. Этого теста на сколько наукладе? На сколько пласно? На две большие. Я чем могу вам помочь? Что мне нарезать? Вот лук. Лучок нарезать? Да, а потом картошку. Прекрасно. Это блюдо готовят на празднике? На все праздники, да. На все праздники? На все праздники. А свадьбы? А свадьбы обязательно. Обязательно. Обязательно, да. Тоненько-тоненько надо нарезать, да? Чтобы она успела... Вот он, в чем секрет, оказывается. Венную творогу, когда ставим в духовке. Ага, чтобы она быстрее, да, пропеклась? Да, да, да. А давайте скажем нашим телезрителям, а что за сыр? Это домашний коровий сыр. Так, малосоленый, наверное, да? Совсем не сыр. А что это за зелень сверху? Это укроп. Укроп. Что растет у нас в саду. Все экологически чистые продукты у нас тут. Давай, тебя буду пить. Сейчас мы разминаем очень хорошо. По стеклу мы добавляем примерно 8-10 лет. Так, давайте, давайте. 8 штук, да, яиц? Да. Давай, давай, второе. Узнаем секрет, Нина Михайловна, почему из-за границы даже люди приезжают, чтобы попробовать ее плачинти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажите, вот как вы это делаете. Это просто фантастика какая-то. Как вы это растягиваете. А как вы... Вы так крутите, да? Да, как делает пиццу. Да, да. Вот задолго, задолго до того, как итальянцы начали пиццу делать, здесь в Молдове уже умели это тесто вот так руках крутить. Да. Диана Михайловна сказал, что секрет ее плацент в том, что надо обязательно выпить, когда готовишь. Да, Нина Михайловна? Да. Спасибо. Вам здоровья. Да. Долгих лет жизни. Спасибо. Вам перенимать и перенимать, Адинь Михайловна, опыт приготовления. Да. И мы продолжаем готовить, друзья. Да. Долгих лет жизни. Здравствуйте. Назива. 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 Меня зовут Зураб. Очень приятно. Мы приехали в молдавское село Новое Клишево. Очаровательная Саша, моя коллега, помогает с переводом с румынского. А приехали мы, чтобы показать вам потрясающий музей ковров. И сейчас нам и покажут, и расскажут, и главное, объяснят, как же выглядит настоящий молдавский ковер. Я, насколько знаю, это частный музей, не государственный, да? Частный, действительно. Вы сами это все собрали, все эти ковры, предметы старины. Да, я имела свое ателье дома и обратилась в местный примарий и выделили мне здесь помещение. Я свое ателье превратила в комплекс народных промыслов. Прекрасно. Вы тут сможете увидеть музей, местный музей ковров. Вы сможете увидеть зал выставок, центры изучения народных промыслов, и центры производства, так как у нас есть и предприятия. То есть вы нам покажете, как ткут ковры, да? Конечно, мы вам покажем. Для того, чтобы создать такой ковер, необходимо, само собой, огромное количество времени. Зависит все еще и от размера ковра, от сложности орнамента, рисунка, да? Очень сложная техника создания ковра, и, возможно, поэтому и стало исчезать вообще это искусство. Этот центр как раз и знаменит тем, что возрождает традиции нашего народа, и возрождает именно национальный орнамент. Именно ковров 18-19 века, который называется Бессарабский ковер. Можете попробовать, если вы желаете. Если я смогу внести посильное участие в создании молдавского ковра, я буду только счастлив. Яркие цветы, и это характерно именно периоду советского. Наши хозяйки из 17-18 века всегда вдохновлялись тем, что их окружало. Наш национальный цветок, растение называется бусуёк. Это растение считается святым, оно охраняет дом и выгоняет всю злость и нечисть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы находимся в гостях в известной семье Скутельник, который славится теми прекрасными глиняными изделиями, народным промыслом, настоящим, национальным, которые поддерживают, сохраняют и, главное, популяризируют. Здравствуйте и добро пожаловать в нашу семью, в нашу мастерскую и в нашу страну. Спасибо большое. Я закончил колледж искусства, университет искусства и, в конце концов, начал заниматься, и не только я сам, но и привлёк всю семью. Всю семью, правильно, родим, маму. Правильно, правильно. Слава Богу, у нас в стране люди пока очень ценят такой вид промысла. И я очень хочу вас попросить, что-то показать нашим зрителям, как это всё происходит, как вы творите, как создаёте. Можно маленький мастер-класс организовать? Обязательно. С большим удовольствием. Попробуем сделать домик. Домик. Прекрасно. Прекрасно. Национальных молдавских мотивов. Всё начинается из того, что мню ручками. Здесь нужна, конечно, немножко сила. Даже девушки, которые начинают работать с глиной, в конце концов, у них тоже получается. А это глина местная? Это глина молдавская. Да, она хорошо отфильтрованная, обработанная. Мне там брат помогает, наверное, да? Да, это помогает брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Домик прямо из детской сказки. Хотя здесь на природе, там, прекрасном уголке Молдавии, наверное, душа требует маленькой сказки, да? Домик. 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 Замок Мими расположен всего в 30 километрах от аэропорта Кишинева и является достопримечательностью международного значения. Само Шато ходит число самых красивых архитектурных зданий в мире вина. История виноделия здесь берет начало в 1893 году, когда последний губернатор Бессарабии Константин Мими высадил здесь первую виноградную лозу, сделав впоследствии местное вино легендой на долгие десятилетия. Я хочу представить очаровательную Кристину, генерального директора замка Мими, которая нам сегодня немножко расскажет об этом чудном и легендарном предприятии винном. Добро пожаловать в Бульбоку в Новых Анянах в замке Мими. Спасибо большое. Я знаю, что совсем недавно здесь прошла реставрация, да? И вы восстановили в первозданном виде это шато. Процесс был долгий, потому что мы не нашли никакого проекта, мы не знали, как это выглядело. Какие старые чертежи? Ничего не было. Несколько фотографий, которые мы случайно нашли. Это было замечательно, потому что мы каждый день находили какое-то новое сокровище. Я имею в виду тут информацию, истории, истории этого места, история Молдавии, история последнего губернатора Бессарабии. Ну что ж, давайте поближе познакомимся с этим замечательным замком. Это у вас знаменитый тайм тейбл? Да, это наш стол времени, стол, где мы можем показать так, как наше прошлое, но и наше будущее. Потому что этот стол настолько, это новейшие технологии, в этом мире не существует аналогов. Мими всегда был впереди своего времени, он всегда творил что-то новое. Константин Мими, последний губернатор Бессарабии, основатель этого предприятия. Он тот, который спас индустрию вина в Молдавии дважды. Сам проект замка он привез с Франции, но он позвал итальянских мастеров и инженеров, чтобы его построили. И начинается самая вкусная часть дегустации здесь, в кастере. И что за полет дизайнерской кулинарной мысли перед нами? У нас в традиции использовать наши традиционно старинные исконные рецепты, но в то же время осовременить их и подать их. К примеру, французскими сырами или итальянскими. Первое вино, которое мы будем пробовать, это фитяска алба. Это традиционно молдавский сорт винограда. Фитяска переводится на русский как девичий виноград. Девичий виноград. Это действительно очень ароматное вино. Божественно. Следующее вино это Розе, Каберне Савиньон, Розе, 2016 года. Рекомендуем пробовать наше Розе вместе с традиционно молдавским. Очень старинным рецепт. Там баба-нягра, который выслушает. Баба-нягра. Да, да. Что переводится как? Черная баба. Черная баба. Так как переводится, да. А вот давайте назовем это что у нас? Это у нас рошади булбака. Это как бы наше коронное такое красное вино, которое у нас производится больше, чем 50 лет. Это купажное вино, красное, Каберне Савиньон, Мерло и Малбек. За это прекрасное место, за шато Ильи, за вашу семью, за всех тех энтузиастов, которые создали такое роскошное место в Молдавии. Самое узнаваемое, самое популярное. Потому что ваша вино и ваш замок – визитная карточка этой страны. Ждем в гости. Отцветания. Отцветания. Под эти зажигательные молдавские танцы, удивительно красивые песни, я хочу с вами попрощаться. Ну а вы обязательно приезжайте в Молдову. Норок! Субтитры создавал DimaTorzok